сегодня я покажу вам как я пошила вот такие обложки на тетрадке как всегда коморка папы карла даже две коморки поэтому оставайтесь вместе со мной давайте будем шить такую красоту доброе утро праздники мои затянулись я их провела активно и наконец-то я дошла дошла до того что нужно делать опять обложки еще качается простите у меня опять есть две такие тетрадочки мне нужно сделать обложки на них в общем-то идея картинки у меня сложилась и я хочу сделать но опять же свою любимую пиццу как же я без нее я еще и не все идеи воплотила с пиццей но мне очень да что с такой считается до сих пор мне очень нравится вносить какие-то так сказать фантазии идею ты хочешь поздороваться ну конечно а как у нас же новая помытость пропадает понимаете мышь сегодня видите какие красивые тут платье понимаешь ничего не видно у нас тут 5 хвостиков видите мы сегодня делали причесочки и когда показываешь расчесочку и резиночки она очень радуется она думает что мы сейчас нарядимся обязательно пойдем путешествовать все ты поздоровалась все она замерла сидит кряхтит ну хорошо посиди меня на ручках будем вместе показывать значит мне очень хочется какие-то добавлять идейки свою пиццу какие-то материалы новые какие-то новые фантазии опять же я купила я показывала новые ниточки такие не пробовала на разрыве я попробовала мне показалось достаточно плотно цена очень приятная поэтому если все подойдет я буду очень счастлива я поеду к ребятам магазин похвастушка наверно покуда выйдет эти обложки похвастушка выйдет и скуплю у них все что есть вот и все значит мне нужно сделать две обложки на эти две обложки лакуса хочешь сиди здесь не хочешь я тебя отправлю на пол значит на обложке что я уже приготовила два сплошных отреза основы на что я буду стелить свою красоту сверху две вот такие вот это такая фланелька хочу сплошные куски чтобы меньше чтобы внутри меньше было знаете всяких загогулин но чтобы было мягко чтобы стежка красиво фактурно легла значит сверху этой черной ткани вот я уже разрезала шарф два куска будет вот таких шелковых ну они будут практически закрыты хотя может не полностью я посмотрю на эту светлую цветную основу будет выкладываться всякая разная всякая разность кустика все идите мне мешать это кусок был на юбку но сейчас такие юбки не носят может быть я же себя к совсем к бабушкам не причисляю я просто номинально бабушка потому как у меня есть внук а так я еще в общем то что я буду делать я буду поэтапно показывать до пошагово соседей я не буду этого делать ну процесс вот сделала показала сделала показала потому как сейчас одну секундочку туда я эту красоту свою задевала куда-то я задевала я же перед каждым проектом навожу порядок а вот нашла нашла у меня тут образовалась чем такая огромная коробка которую я хотела бы облагородить но это будет позже сейчас еще жара пришла поэтому сложности это вот еще ждет своей очереди одна волшебная идея тоже это будет позже и в тот день когда я ходила в поход за нитками я накупила вот такой шикарной органзы цвета там вообще очень много цветов разных своеобразных это коричневый кажется черным ну я взяла пока что 6 цветов этого вполне достаточно попробовать то что я хочу все я приступаю я приступаю и каждый этап вот я ну то что нужно то что может быть будет не совсем понятно я буду показывать и по ходу объяснять что я там сделала так ну что частично я сделала раскладку сейчас я попытаюсь показать так как перевести не могу попытаюсь 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 о есть хотелось бы еще сильнее приблизить чтобы было видно и выровнять так как с монтажом у нас до сих пор еще нюансы не получилось мне перевести как было ну может быть даже так и лучше смотрите тут даже видны кусочки где соединяла то есть цветочек это кусочек одного цветочка я там краешки по краю находила на кусочках подклеивала что-то клеем подклеивала что-то я смотрю уже не держится но не страшно мне она чтоб сразу держалась это держится это у меня кусок ткани вот я сейчас переведу вот видите кусок ткани я из него вырезаю причем вырезаю такие пока краешки чтобы на средину не залезать это вот я мусор собирать буду блокнотик с идеями и вот тут видите дымка такая это кусочки шерсти волосинки я добавила разводики к той ткани которая уже есть скорее такая у меня пицца аппликация опять но это я буду стараться когда буду делать строчку что что-то я буду делать опять художественную слегка художественная да и сейчас еще один этап это еще не не весь этап пиццы сборки сейчас еще один этап я показываю потом я покрываю уже органзой и потом скалываю и несу настежку но мне нужно будет еще вторую конечно сложить я потом покажу обе и пойду настежку интересно видно ли что слегка изменилось что что-то слегка изменилось надеюсь что будет видно я порезала кусочками и кое-где разложила органзу органзу ту цветную которую я вначале показывала и сейчас я подумал какой органзу хочу накрыть лиловой или бронзовой уже сверху ой то есть простите говорю органза а имею ввиду фатина кусочки фатина я порезала разложила так то они видите яркие такие синие там зеленые а здесь в один слой они слегка слегка дают такую размытость потому что видите белый шелк он мне не нужен а вот оттенок пустить я подумаю может быть я сейчас усилю кое-где усилю эти цвета и тогда уже покрою органзой органзу я уже подумаю бронзовую или лиловую ставить кое-где я еще добавила фатин видите где более синяя допустим где более зеленые вон где-то зеленые отдельно где-то внахлёст здесь видно видите я как мозаика один на один где-то находит и кое-где я положила кусочки органзы видите вот видно тоже кое-где еще кусочки органзы лиловая органза некрасиво покрывает сливается цветом поэтому бронзовая мне понравилась больше сейчас я покрываю аккуратно бронзовой органзой все это скалываю и один уже идет на стол к стежке делаю вторую сразу второй блок на обложку ну а стегать уже буду их сразу и тогда стежку я покажу как я буду делать мне интересно ниточку протестировать поэтому будем наверное стежку делать вместе ну вот теперь я положила уже верхний слой органзы сейчас я скалываю иголочками ну и потихоньку приступаю к стежке вот этой коричневой кромки ее не будет я просто потом срежу когда уже будет точно вымерено размер чтобы все это срежется подравняется и чтобы наверлок как бы ну чтобы хватило мне на тетрадь я сделала запас ну все я скалываю и делаю стежку ну все начинаем стягать новыми нитками буду стягать и смотреть что у меня получается как всегда сначала я прохожу чтобы прихватить и уже потом только начну прорисовку делать и ниточка новая кто помнит полет идет нормально хочу сделать в основном одинарную прорисовку поэтому будем стараться сделать все очень аккуратно очень самое главное чтобы ничего не заворачивалось чтобы нигде ничего не заворачивалось стежку буду делать все одним цветом надеюсь все помнят что я даже если делаю стежку я позволяю себе пересекаться линиям и наслаиваться и отрезать по ходу строчки я просто потом обратную сторону прикрою как раз еще одним слоем как бы подклада потому что я не хочу самая главная цель все время от середины выходить к краям это самое главное так осталось видите как травматично иногда бывает что ж такое за одну ту же игу цеплялась вот что хочу сказать попыталась только что с края сарганзы и опять войти внутрь и лучше бы я этого не делала я конечно сейчас разгоню потому что здесь есть как бы шанс это сделать но видите как показывает практика я прошу прощения мне приходится нырять на тумбочку под столом опять же по просьбам подписчиков я переставила переставила светильник для этого мне приходилось переставить машинку со столом и сейчас не совсем как бы в чем то удобнее в чем то неудобнее нужно приловчиться у меня маленькая тумбочка подставочка теперь стоит возле машинки мне приходится туда наклоняться но мне нужно чтобы было место для самого шитья а сейчас его как бы ну Слегка нет, поэтому приходится нырять, возможно от этого страдает немного звук. Я смогу это понять, когда буду просматривать уже видео. Все такие выраженные цвета я прохожу, видите, если идет полоса, то я буду строчить, проходить эту полосу. Ну и опять же рисунок, там, где будут эти рисунки, конечно, я буду по рисунку тоже проходить. Сначала основные полосочки, потом, конечно, очень много зависит от нитки, которая строчит. Вот вам и Китай. Слушайте, нитка изумительная, насколько я так уже успела это понять. Строчку буду лазить буквально по одному проходу на штрих, как бы это сказать. Цветок слегка сдвинулся, но это не страшно, тут запас большой у меня. О, и сетка съехала. Ну ладно, сетка. Все хорошо. Это сильно не отразится. Да, если нитка это пойдет, конечно, я поеду и возьму сет по одному цвету, потому что та ниточка, которая с оттухи, она, конечно, хороша, слов нет. Но опять же, мне нужны какие-то цвета, которые мне лично нужны. Я же знаю, что мне нужно. А там мне приходится брать все, что в упаковке. С учетом того, что я уже купила 4 упаковки, из 4 упаковок там есть цвета, которые повторяются 300 раз, понимаете, то мне как бы и не нужно столько. Лучше уж я куплю одну большую. Но тогда этой нитки не было, что я хочу сказать. Здесь у ребят ее не было. Или я не увидела, не буду наговаривать, конечно. Может быть, я не увидела, может быть, не было. Ничего не скажу. Но сейчас я когда увидела по такой цене, я поняла, что я знаю, какой здесь приблизительно метраж. И что же я буду? И что же я буду? Интересно, как поведет себя шерсть. Ну здесь тонкий слой я положила. А мне, конечно, интересно поставить и толстый слой. Ну красиво получается. Мне нравится. Я смотрю, так темно получается с емкой. Проверить смогу только когда уже буду отсматривать. Самое главное, мне нужно очень внимательно смотреть, как идет нить. От того, что клубочки большие, как сказать, моточки нити, хотела показать, но они стоят в противовес. Я потом покажу. У меня специальная подставка. Ну, кто же ее тут знает. Может, не все знают. Потом покажу. У меня специальная подставка для больших бобин. И мне пришлось для машинки тоже. Я, собственно, брала ее для вышивальной машинки, эту подставку. Ну вот смогла аккуратно примастить и для этой машинки. Никогда не удавалось, а в этот раз удалось. Ой, уж так красиво получается. Но свет, я смотрю, только от машинки светит. А светильник я временно дала своей подруге. У нее приключилась небольшая авария. Приехала моя подруга, ездила к детям в гости. И мы сели чай попить. Встретились. Еще одна девочка, соседка пришла. Мы тут все девочки. Мы тут все девочки, поэтому мы собрались. Сидели, пили чай. Представляете, такое чудо произошло. Ну, чудо в таком плане. Небольшая неприятность, но чудо в том, что нам очень повезло. Вдруг ни с того ни с сего упала люстра. Слава богу, никого не прибила, никто не порезался. Вдребезги разлетелась. Вот такое получилось. И я временно ей дала светильник свой, потому что... Ой, ой-ой-ой. Иголочка сломалась. Поменяю иголочку. Ну что, там игла сломалась. Я уже не стала снимать дальше. Здесь я хочу начать. Хотя бы начать. Потому что сегодня целый день опять у меня. Она отвлекалась на все. Поэтому мне хотя бы, конечно, поприхватывать сейчас. Хотя бы поприхватывать сейчас. И опять же так темно. Но я не знаю, если будет совсем невозможно плохо видно. Может быть, даже я и это видео по темное не буду присоединять. А уже что засниму, то засниму завтра. Потому что, если так смотреть, как я смотрю, по-моему, это очень. Но другого варианта, опять же, скажу, нет. Поэтому будем снимать как будем. И вот я... Там у меня иголочка зацепилась, сломалась. Я отвлеклась. Рассказывала о том, что нам насыпала люстра. Но нам всем очень повезло. В том, что эта люстра ни на кого не упала лично. И все-таки там стекла были. Нам очень повезло, что эти стекла летели в разные стороны. Но только не на нас. В общем-то, вот так вот нам недавно повезло. Ну, подруге теперь придется менять, конечно же, светильник. Что несколько огорчает. Потому что светильник был новый, представляете. Я, наверное, не буду отвлекаться. Я просто поснимаю, а просто как поснимается. А потом пришу на быструю скорость. Добрый день. За одну серию, может, раза три я буду здороваться. Как всегда. Это не страшно. Это нормально. Пожелать здравствия. Глажу, как всегда. Глажу и получаю удовольствие. Заготовки я заготовила. Как бы так показать. Знаете, что я сейчас включу свет. Может быть, так будет виднее. Лето, жара. Я еще не закрывала окна никакими пленками. Кто подписан на меня давно, тот знает, что у меня теневая сторона. Так, вот так правильно заготовочка. Это будет обложка. Здесь будет заворачиваться. А здесь будет средина как бы. А здесь будет средина как бы. Я сейчас разглаживаю хорошенько. Разутюживаю. И ровняю краешки. Изнанка у меня вот такая. Но эта изнанка еще будет закрываться подкладом. Поэтому здесь просто слои потолще. И для удобства гладенькая такая изнаночка. Так, это второй. Этот еще не глаженный. Хочу показать. Может быть, видна разница. Когда уже проутюживаешь. Наверное, на видео будет не видно. Ну да ладно. Если будете делать, если захотите, загоритесь. Это все не так уж и сложно, как кажется. Поэтому захотите попробовать, пожалуйста. Я для этого и показываю, что это все очень просто. Очень не сложно. Просто берете и делаете. Поэтому, если вы захотите это сделать, вы увидите разницу. Так, дети, вы балуетесь? Эти дети опять балуются. Они мне сделали шкоду. Моя собака осталась лысая. Рой, слезь с дивана. Пусть она сидит на диване, а ты слезь, пожалуйста. Не видно. Сегодня я смогла установить таким образом свой штатив. Поэтому я глажу. Сейчас буду ровнять. Подровняю. Покажу. Потом соединю с подкладом. Покажу. И потом уже, наверное, готовые покажу обложки. Это у меня две обложки. Символика, кому интересно, я могу потом отдельно видео снять. По символике, если кому интересно. Потому что я все в основном свои вещи, которые делаю. Я стараюсь соблюдать определенный символизм. Потому как рукоделие само по себе имеет свойство еще быть, скажем, амулетом, оберегом. Любое рукоделие. Не только аутентичное, которое там куколки-мотанки или еще что-то такое. Конечно, это все вышиванки. Это все мне очень нравится. Я все это очень признаю. Я смотрю, думаю, как бы у меня осветлить. Что мне убрать от окна, чтобы стало светлее. Здесь стоит манекен сейчас. Может быть, он закрывает. Но любая символика, если правильно ею пользоваться, она имеет свою определенную силу и значимость. Поэтому я символику люблю. Я ее использую. Если видно, видите веточки. Это все символично. Я во все эти свои рисунки и узоры вкладываю определенный смысл. Значит, все. Я отутюжила. Сейчас я их ровняю. Я их соединяю с подкладом. Оверложу. Но это все обычно и неинтересно. Поэтому это я пропущу. И потом уже покажу соединенные готовые обложки. И на этом с обложками уже будет закончено. Покончено. И мы будем делать что-то другое. Потому как ребята балуются. Как бы мне вам их показать. Этих баловников. Посмотрите. Там у меня закроенный коврик. Я его временно туда убрала. У них уже такая полная дружба. У этих ребят. Лакуся, иди, я покажу, что с тобой приключилось. Может быть, не все... Ага. Не все знают и не все тебя видели. Лохматую и стриженую. Рой, позволь, пожалуйста, твою подружку позаимствовать. Посмотрите. Нам пришлось постричься. Мы теперь полулысые. По причине того, что во время игры Рой смог выдрать ей клочья. Нам пришлось постричься. Мы теперь ходим, изображаем из себя второй день серую шейку. Обиженную. Потому что нас постригали. Видите, она строит из себя. Такая печальная. Прижимается. Сидит несчастная. Рой ее жалеет. Так, все. Я пошла делать обложки. Мы с вами на финишной прямой. Показываю. Обратная сторона. Лицевая сторона. Видите, я уже выровняла. Самое сложное, вы знаете, для меня. Не цвет подобрать. Цвет, вы знаете, как на душу лег. У меня нет особых навыков цветовой гаммы. Но у меня как на душу ляжет. Но вот взять и ровненько вырезать. По-моему, я не знаю, кому как. А мне это самое сложное. Все я сделала. Слегка прихватила где-то по рисунку. Ну, чтобы оно поплотнее держалось. Сейчас слегка припарю. И сажусь оверложу. Оверложу и собираю. Ну, может быть, покажу, как оверложила. Может, нет. Есть ли смысл. Ну, в общем, осталось буквально 15 минут работы. Ну, все. Я свои закончила. Обложечки. Потом я их красиво засниму, чтобы поставить на заставочку и в конце. А сейчас я просто покажу сами обложечки. Я так рада. Правда, 15 минут мои затянулись на полтора часа, потому что я немножко отвлеклась на клиента. Но клиенты это хорошо, как мы с вами знаем. Та-дам. Вот мои. Это первый. Видите, какая внутренняя часть красивая. В этот раз я поставила еще закладочки. Я просто вдруг вспомнила, что закладочки. Господи. Посмотрите, лицевая сторона какая шикарная. Сейчас я все вложу, покажу, как это все смотрится на тетрадочках. Вот второй. Видите, тоже внутренняя сторона какая красивая. Это внешняя сторона. Символика у них у обоих будет одинаковая. Все знают, что я люблю символику. Мои подписчики, знакомые, друзья. Это сами тетрадочки. Видите, в клеточку. Тетрадочки свободны. Это заказ на продажу. Выставить. И я готовлюсь к ярмарке. Поэтому, если вам именно эти понравились тетрадочки, обращайтесь. Они пока свободны. Я еще никому их не показывала в готовом виде. Хотя сейчас выставлю, конечно же, в инстаграм. Ой, размер угадала изумительно. Изумительно. Я очень рада. Ничего не тянуть, не распарывать. Ну, я уже намолчилась. В принципе, я считаю, лучше сделать чуть-чуть свободнее. Знаете, все-таки это бумага. Ее, чтобы не помять. Была бы она такая, знаете, плотная-плотная. Картон тогда можно было бы тянуть. А так сейчас где-то в строчку застрял. Есть один. Один есть. Сейчас я одену второй и покажу. Все. Я одела. Вот обратная сторона. Вот такая, видите, парочка. Это можно подарить себе и подружке. Это лицевая сторона. Они такие получились в этот раз плотные. Как вот, прям как я изначально хотела. Знаете, такие солидные получились, толстенькие. Очень красивый краешек. Ниточку одну не заметила. Сейчас отрежу. Все ниточки, все внутрь вложено. Все одной вот так строчкой здесь обработано окончательной. Закладочки. И самое главное, самое главное, что эти обложки съемные. Прошу прощения, сразу вижу ниточку. Я не люблю, чтобы... Сейчас я снимаю красиво их. Не знаю, в интерьере, наверное, нужно заснять. Ну, сейчас подумаю. Нужно сделать красивую презентацию. Конечно, конечно. Ну, как это я без тебя? Ну, как это я без тебя? Всем нужно сказать. Всех целуем, обнимаем. Заходите в гости. Это она слово гости услышала. Она очень любит гостей у меня. Ну, и все. И подписывайтесь, и делитесь в соцсетях. И заходите к нам почаще на канал. У нас будет очень много нового интересного. Уже очень много отснято. Много в монтаже. Много чего. Начало заснято. Окончание я думала, как сделать презентацию. Знаете, иногда нужно просто, чтобы кто-то помог. Поэтому идей очень много. Видео очень много. Вон, видите, чехол стоит. Сейчас он закрывает корзину, а не оверлок. Оверлок, он как раз был в работе. Обрабатывала я оверлоком. Кстати, да, может быть, я чего-то пропустила. Я обработала оверлоком строчки последней края. И потом строчка, похожая на мозги у меня для... Декоративная строчка в машинке, в швейной. И вот, окончательно я соединяла обложки именно ее. Этой строчкой. Все. Всем пока. Всех целую, обнимаю. Еще раз. Подписывайтесь, заходите в гости. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok